По лужам и по льду. Сегодня власти оценили, как коммунальщики содержат дороги. Рейд инспекторов ГИБДД и сотрудников Минстроя прошел как по магистралям, так и по второстепенным улицам. За январь и февраль число ДТП выросло на треть по сравнению с этим же периодом прошлого года. В госавтоинспекции считают, что основной причиной такой негативной тенденции стало как раз-таки состояние дорог. Озера из луж с сюрпризами на дне. Такая картина ожидает автомобилистов на многих дорогах Омска. На улице 11-я Амурская всю зиму дорожная техника сгребала снег на обочины. Теперь он тает ручьями на дорогу и топит рекой двор этой пенсионерки. Тамару Федоровну власти оставили с проблемой один на один. Мужа, что раньше прочищал стоки, похоронила. И вот теперь управляется с садовым инвентарем от безысходности. Ничего нет. Ни дороги, ни тротуары. И тут канава. Вот даже вот куда вот эта вода должна бежать, вот она должна на 30-ю туда бежать и на 33-ю. Там посмотрите какая канава. Там все забито, там даже канавы нет. Женщина возмущена. Она вспоминает, что светофорта на соседнем перекрестке поставили после гибели трех человек в ДТП. И рассуждает, что какая-то беда заставит чиновников разобраться и с уборкой дорог. Самая популярная претензия – ширина проезжей части. Вот Дмитрий Христолюбов помогает инспектору замерить лед. Выводы сотрудника Минстроя печальны. Проезжая часть заужена на метр двадцать. То есть это нарушение правил содержания дорог. Потому что дорожное покрытие должно быть очищено на всю ширину проезжей части, до бордюра. Но такие ситуации встречаются вдоль частного сектора повсюду. Качество уборки снега на улице 24-я Северная демонстрирует вот эта глыба. Тут речь даже не о высоте сугроба, сколько о его ширине. Вот здесь начинается забор и вот здесь заканчивается глыба. Получается целая полоса. Житель дома на этой улице удивлен большому количеству зимних осадков. Однако аномальную зиму пенсионер считает слабым оправданием для коммунальщиков. Валерий Хаисович показывает, какую часть улицы занимали снег и лед все последние месяцы. Вот так. Всю зиму инспекторы ГИБДД составляли протоколы, направляли предписания, выписывали штрафы. В адрес городского управления дорожной деятельности и благоустройства ушла солидная пачка бумаг. Сегодня состояние многих дорог вновь причина претензий сотрудников госавтоинспекции. Вот только штрафы пойдут в региональный бюджет. А это значит, если у мэрии дефицит денег на уборку снега, то теперь средств станет еще меньше. Впрочем, кое-где повезло. На интернациональный вот навалы уже растаяли. И это уберегло городскую казну от новых потерь. Евгений Нефанов, Андрей Кузьмин, Антон Исин.